Ульяновский автозавод славен большим количеством разнообразной техники, но, пожалуй, одной из самых интересных моделей предприятия можно назвать УАЗ-3160, он же Симбир. Автомобиль довольно своеобразный и многим невдомек, для каких целей его создавали. В 80-е стали временем, когда многие предприятия Советского Союза начали переводить на хозрасчет. Не миновала сия участи завод УАЗ. Начались разработки Симбира в 1989 году, и сразу выяснилось, что не хватает специалистов. Те, что были у предприятия, были заняты разработками для военной техники и для работы над гражданским внедорожником, пришлось звать спецов со стороны. Ими стали инженеры Автоваза, но даже с этой подмогой разработать автомобиль с нуля оказалось непосильной задачей. Время и средств не было, поэтому взяли уже проверенное шасси от УАЗ-3151 и поставили на него свежий кузов. Это сказалось на внешности автомобиля, кузов получился короткий и высокий. Двигатели ставили двух типов на 98 и 110 лошадей. Коробка передач механическая на пять ступеней, внедорожник получил полный привод, что делало его настоящим вездеходом. Правда, к моменту появления первых образцов СССР уже не существовало. На дворе стоял 1993 год. Времена наступили сложные, до серийной сборки дело дошло в 1997 году, и хотя работа была проделана, большая модель вышла сырой. Говоря по правде, практически ходовой макет, но это скорее недостаток финансирования. Разработчики делали, что могли, стараясь обновить шасси от козлика. Переднюю подвеску сделали пружинной. Управлять раздаткой теперь можно было одним рычагом. На руль поставили гидроусилитель, панель приборов стала пластиковой, но это не спасло модель. Тем более, что и в медийном пространстве разгорелась настоящая травля Симбира, о которой ругали все, кому не лень. Вполне возможно, что это была чья-то заказуха. Добил проект УАЗа провальный краш-тест в 2003 году. Собирать Симбир перестали, а еще через год и вовсе убрали с рынка. А как вам этот УАЗ? Как считаете, хороший получился автомобиль?